Этот автобус на посту ГАИ остановили в половине девятого, но еще за час до этого водитель крепко спал. Туристы, собравшиеся домой, рассказывают, что шоферов еле растолкали. Водители спали в 7.15 отправления, достучаться не могли, кое-как разбудили их. Этот факт людей возмутил, но подозрений не вызвал. Когда мы садились в автобус, я не заметила ничего такого подозрительного. Ехали медленно, вот и все. А вот инспекторы сразу обратили внимание на странное поведение иногороднего водителя. В ходе проверки выяснилось, что Михаил Анатольевич управляет аналоговым средством в признаке алкогольного опьянения, запах алкоголя, изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы. И в таком состоянии водитель проехал больше 50 километров, отмечает инспектор. Все это признаки усталости, а не опьянения, объясняет водитель Михаил. Мы ночью приехали. Откуда вы ночью приехали? С Перми. И сразу утром в рейс снова? Да. Ну, а глаза у вас очень красные какие-то? Ну, так если и уставшие, какие-нибудь глаза. Ну, а зачем же вы едете в рейс, если вы не подставшиеся? Работать же, дед, надо. Водителям Михаил работает 8 лет, говорит, за рулем не пью. Однако подтвердить это на медэкспертизе мужчина отказался, чем автоматически подписал себе приговор в виде лишения прав. Пассажиры, среди которых много детей, представив, что с ними могло случиться по дороге домой, считают это слишком мягким наказанием. Наказать даже жесточайшим образом. Жесточайшим образом надо наказать. Что такое? Ведь везет людей. И никакой ответственности вообще. Никакой ответственности. Просто спроса нет. Не наказывают, не спрашивают. Те, кто не проверяет, как выезжали из Лецка, если никто даже не проверил. Из Перми эти люди приехали на Солерецкий курорт несколько дней назад. По иронии судьбы, сюда добирались с тем же экипажем. Вспоминают, путешествие не задалось с самого начала. Автобус сломался. В Барде мы там стояли 3,5 часа. Ждали автобуса из Перми. Приехали в итоге сюда в 3 часа ночи. Сколько в этот раз пермикам ждать отъезда, непонятно. Нетрезвого водителя отправили отсыпаться. Как только алкометр покажет зеленый, Михаил сможет сесть за руль. Последний раз перед лишением.